В подмосковном Наукограде Фрязино сотрудники Центральной городской больницы имени Гольца и жители города вышли на улицу с требованием сохранить больницу, обеспечить необходимое финансирование для закупки нового оборудования и не присоединять её к другим лечебным учреждениям в округе. Требования коллектива городской больницы города Фрязино не разваливать единственную городскую больницу, наделить больницу статусом муниципального учреждения, назначить её куратором человека, который будет заинтересован в её развитии и процветании, разместить в городе собственные машины скорой помощи, включая реанимобили, оставить в покое медперсонал и дать нормально работать. Медперсонал покупает за свои деньги градусники, чтобы людям стоять. Нет аппарата в долине. У меня папа недавно лежал в больнице, и я столкнулась. Это какой-то кошмар, потому что люди, специалисты там очень хорошие. Мы их давно знаем, наших врачей и наш медперсонал. Видим этих людей, которые просто страдают. Вот их выжимают, они должны уезжать в другие города, платно где-то работать, зарабатывать без своей семьи. Люди, которые собрались у городской больницы, не проводят политическую акцию, а происходящее, скорее, можно назвать неформальным собранием трудового коллектива. Полиция корректно контролирует ситуацию, вход событий не вмешивается. Мы не хотели вражды, мы не хотели никаких митингов, плакатов. Это просто какой-то крик души. Это, понимаете, мирно не получалось поговорить, потому что нам затыкали рты матом. Ровно больше половины людей – это были все сотрудники нашей больницы. Просто кто-то посчитал остаться в тени, невысказанным, боясь увольнения. Ну, кто-то решил, что надо говорить до конца и идти до конца, и говорить правду, как есть. Внутренние конфликты и противоречия, которые накопились в коллективе за время оптимизации медицины, выплеснули снаружи. И это яркая иллюстрация того, что система здравоохранения больна и требует оперативного вмешательства. В больнице имени главного врача Матвея Владимировича Гольца, который руководил ее с 1963 по 1999 годы, была основана еще в конце войны, в 1944 году, благодаря тому, что в подмосковном Фрязино во времена СССР был создан Центр Отечественной Электроники. И здесь, в сотрудничестве с учеными местных научно-исследовательских институтов, развивали и внедряли уникальные технологии. В стенах больницы создали первые отечественные диагностические комплексы и приборы для внутрисосудистого облучения крови. Проводили клинические испытания и оборудование для высокочастотной терапии. У нас раньше было все, что необходимо для хорошей медицинской помощи, рассказывает бывший детский кардиолог, ныне пенсионер Галина Михайловна. Поликлиника при больнице была оборудована так, что в Москве завидовали. Поликлинику разгорели еще до того. У нас был бассейн, лазер, тепловизор, парафин с азокеритом. В санаторий ездить не надо все здесь. Этого всего теперь нет. А вот советская практика. Надо ли было ее сохранять? Да, само собой. Я тостую по ней. Ну, конечно. Зато бы я пришла, меня бы уважали как больную. Галина Михайловна проработала в городской больнице имени Гольца более 35 лет. Известие о том, что медики вышли на улицу и потребовали достойного отношения к себе, к своей больнице, буквально взорвало наш город, объясняет она. Она поддерживает медиков. Вот, да, в отделение поставили с улицы двоих. Это катастрофа. Заведующая тоже. В общем, персонал раздвигается. Вот такой персонал Гольц создал. Начмет новую какую-то щелку. Экономист, главный врач. Это что? Это дело разве? Ему до лечебного процесса, фу, ему нужны деньги. Это результат той оптимизации, которую проводят? Да, оптимизация. Я не знаю, что такое проводится, но это дурь собачья. Причина протеста медиков и жителей Фрязина заключается в том, что здоровье стало товаром, на которое у людей нет денег. Соглашается житель Фрязина, мастер одного из местных промышленных предприятий Виктор Иванович Ваганов. Все жалуются, что плохое тут и сейчас это... Медицинское служение, да. А почему? Потому что они в реанимацию отправляют. А там не лечат, потому что все специалисты, вот у меня жена, она медик, все специалисты, все ушли в частную. А здесь вот эти вот все проходные. Некому работать. И все в реанимации. Вот как только в реанимацию, все и писец. До свидания. Посмотрите вокруг, говорит мастер Ваганов, здесь одни медицинские коммерсанты повсюду. Вон там анализы за деньги, а вон там, на территории больницы, частный медицинский центр Елены Малышевой. И пожаловаться на это безобразие некому. Все это деньги. А деньги все уходят. Куда, чего, неизвестно. Все, вон, ты посмотри, здесь сколько частных. Все хорошего-то. Я всю жизнь здесь проработал на заводах. Раньше пошел, и что-то не так в парком. А сейчас ты посмотри в администрации, кто. Просерки и родственники. Обеспечение высокопрофессионального уровня руководителей всех подразделений больницы, соблюдение субординации и этических норм поведения со стороны руководства стали ключевыми требованиями на встрече у ворот. Просто вот неудобно, да, вроде я молодая девушка? Нет, у нас можно. Ну хорошо, приехал господин Малыхин, который является заведующим Щелковской реанимации. Он является, в принципе, куратором лечебного дела. И его задача проверять, как чувствуют себя пациенты ковидные, но никак не касаться сотрудников. Я подцитирую то, что слышала я, то, что было сказано нам, врачам и медсестрам. Он подходит и говорит. Я вообще-то почему-то не понял, почему у вас человек пришел на работу в 8 утра, а вот сейчас в 10.30, а он уже пошел жрать, сняв костюм в комнату для сотрудников. Мы немножко опешили, не поняли. Он говорит, вообще-то у вас есть 6 часов, поэтому жрать, срать, срать и условно пить, или что вы там хотите делать, это вы будете только спустя 6 часов. Юлия Коновалова, медицинская сестра, анестезист. Она рассказывает, сотрудники самоотверженно отстояли 4 волны ковида и не заслужили, чтобы руководители подразделений относились к ним так, как господа относятся к обслуге. Создается прессинг, создаются условия, чтобы люди писали заявление в увольнении каким-то образом задним числом, либо без даты, либо могут предложить даже с угрозой, что по статье. С одной стороны, можно сказать, что это плохое руководство, еще что-то, но на самом деле дело в деньгах. Руководитель, временно исполняющий обязанности главврача, поставлен в такую ситуацию, когда ему более высший этаж власти показал бюджет. И он должен работать именно с этим бюджетом и привести бюджет в соответствие на 22-й год. А получается так, что денег в верхний этаж вниз не спустил. Как у руководителя какие возможности есть? Никаких. У него только сократить штат, сократить фонд оплаты труда. Как объясняет Иван, волна недовольства и волнения среди медиков в социальных сетях стали нарастать еще летом, когда туда просочилась информация о возможном слиянии больницы имени Гольца с одной из больниц в Щелково с целью сокращения расходов на медицинское обслуживание. Ну вот объединение Фрязина с Щелковской больницей подразумевает то, что у нас будет еще меньше узких специалистов, и людям придется ездить в Щелково. У нас, хотя расстояние небольшое между Фрязиной и Щелковой, но это бесконечные пробки. Опять же, пожилому, пожилым людям, людям с маленькими детьми, да, там и так далее, это проблематично сделать, когда в городе все было, понимаете, было все. Роддом, больницы, и операции детям делали, было все. Были аптеки по изготовлению лекарств, убрали все, нету ничего. Ну вот. А за деньги есть? А за деньги, пожалуйста, любой каприз. Алена рассказывает, городские народные избранники из Совета депутатов и члены Общественной палаты Фрязина пытаются найти выход из сложившегося положения вместе с исполняющим обязанности главного врача Дмитрием Логиновым. У нас недавно была встреча Общественной палаты Совета депутатов с Логиновым, и он сказал такую информацию, что с 2014 года больница передана в Министерство здравоохранения, больше городу не принадлежит. И с этого момента не было никаких закупок, больница не входила ни в какие программы, оборудование просили у наших местных предприятий, меценатов и прочее, а именно с министерством у них не было никакой связи. Предыдущее руководство не занималось развитием больницы. Ситуация с финансированием медицинского учреждения на сегодняшний день, как объясняет Алена Прохорова, выглядит плачевно. Когда у нас была встреча с Логиновым, он озвучил такую вещь, что наша больница идет на расход больницы на зарплаты сотрудникам 50 миллионов в месяц. Доход больницы 48 миллионов, то бишь уже минус 2. А это еще нужно закупать лекарства, оборудование, ну и так далее по мелочевке. Субсидирование было в прошлом году почти так же 50 миллионов, в этом году, в 21-м году 35 миллионов, а в 22-м году будет ноль. Напомним, финансирование медицины в России построено на доходах от количества принятых пациентов по страховкам ОМС, обязательного медицинского страхования и государственных субсидиях. Обсуждать перспективы дальнейшего развития оснащения больницы оборудованием в такой ситуации можно только в том случае, если у лечебного учреждения появится доступ к специализированным государственным финансовым программам. Я вижу, как народ реагирует на то, что происходит сейчас. Народ недоволен обращением с ними. Я вижу, что уходят врачи. На той неделе ушло два педиатра. Это в эту жаркую пару, когда неделю назад вместо 100 вызовов по детской поликлинике было 300 вызовов. И они просто подключали все возможные ресурсы, какие есть. Они, конечно, пробуют, пытаются, наши врачи, справляются, но им очень тяжело. Исполняющий обязанности главного врача больницы Дмитрий Логинов заявил собравшимся медикам, горожанам и журналистам, что намерен сохранить коллектив и считает больницу перспективной. У нас были и сейчас пока остаются проблемы по оборудованию. За полгода нам удалось оснастить реанимацию мониторами и дозаторами, установить новую систему подачи кислорода. По финансированию очень многое зависит от нас самих, от наших коллег, докторов, потому что финансирование фонда ведется по принципу «пролечил пациента, получил финансирование». Для этого я прекрасно понимаю, что необходимо, а, это, конечно, сохранение коллектива и увеличение количества врачей. Если мы берем в цифрах, то за полугодие, сейчас вот с июня месяца у нас пришло 21 врачей, ушло 11 врачей. Мы попросили Дмитрия Юрьевича высказать свою точку зрения в отдельном интервью для «Красной линии». Принципиальный вопрос – каков сейчас статус больницы и будет ли он меняться в перспективе? Мы не говорим сейчас ни про какую Шелковскую больницу. Сейчас это государственное автономное учреждение здравоохранения, центральная городская больница имени больницы. И статус меняться не будет? Я не могу это комментировать сейчас, поскольку это решение принимает наш учредитель – Министерство здравоохранения Московской области. Дмитрий Логинов высоко оценивает кадровый потенциал больницы. По его словам, сейчас здесь трудится приблизительно 1000 высококвалифицированных медицинских работников. 300 врачей, около 400 человек среднего медицинского персонала, ещё около 300 человек, обеспечивающих жизнедеятельность медицинского учреждения. Исполняющий обязанности главного врача считает, что не следует считать требования, выдвинутые несколькими сотрудниками, мнением всего коллектива лечебного учреждения. Нет, 80 там не было, и вы видели эту встречу, наверное, там около 50 человек, всё-таки было 40-50, наверное, да, потому что я не считал из них медицинских работников, которые высказывали позицию, причём, мы сами понимаем, эта позиция была, ну, как бы, сложно назвать позицию трёх человек, позиции коллектива всего. Это первое. Второе, по поводу массовых увольнений, ну, безусловно, их не было. За второе полугодие 2021 года мы вынуждены были расстаться, но не по нашей вине, а по желанию работников по разным причинам. Это и переезд из города, это и выход на пенсию, это просто смена работы. Ну, работники медицины, они, ну, могут же поменять работу, если хотят. Вот, а приняли 21. Как утверждает Дмитрий Логинов, все изменения, происходящие в работе больницы, нацелены на то, чтобы лечебное учреждение в кратчайшее время стало полностью соответствовать современным требованиям к медицине. Сейчас уже проводится ремонт для установки маммографа цифрового. Мы сейчас рассчитываем завершить эти работы до конца первого квартала. По тому адресному перечню, который сейчас уже утвержден нашим учредителем Министерства здравоохранения, мы в следующем году, а сроки будут определены чуть позже, но однозначно в следующий год, получим цифровой рентген. Если мы говорим про амбулаторную сеть, то в настоящее время у нас уже там современные цифровые аппараты поставлены. Мы понимаем, что нам нужен флюорограф, который мы тоже будем менять, обязательно войдём в программу. И хочу подчеркнуть, что наш учредитель, Министерство здравоохранения, всегда не то что слышит, а всегда вникает в вопросы, когда эти вопросы сформулированы больницей, руководством, всегда предметно их вникает и всегда поддерживает. Исполняющий обязанности главного врача, проверк слухи о возможном закрытии существующих отделений в больнице, прокомментировал обеспечение горожан услугами скорой помощи. За них во Фрязино отвечает областная скорая помощь, которая сейчас также находится в подчинении Министерства здравоохранения. Оказание помощи, ну, так скажем, по видам, да, есть три. Плановая наша медицинская помощь, неотложная и экстренная. Так вот, функции экстренной и частично неотложной помощи возложены на нашу станцию скорой помощи Московской области. Поэтому я дать не могу. Но комментарии по нашей службе неотложной помощи, а это, по сути, вызовы на дом к пациентам, я, конечно, вам дам. У нас в амбулаторной службе есть и педиатрические, и терапевтические участки, у нас есть отделение неотложной помощи как в поликлиниках, так и для обеспечения вызовов на дому. Мы пользуемся транспортом, у нас с этим проблем нет. Город компактный, время доезда неотложной помощи нормативное 2 часа мы соблюдаем. Вы, разумеется, обратили внимание на то, что интервью с исполняющим обязанности главного врача было записано не в кабинете, а в одном из холлов больницы. По требованиям санитарно-эпидемиологической обстановки в России съёмки в лечебных подразделениях больницы и поликлиники сейчас невозможны. А потому вопрос о том, насколько горожане удовлетворены качеством медицинского обслуживания, мы задали тем, кто только что воспользовался медицинскими услугами. Знаете, что-то плохо, что-то как бы нормальное. Вот. Ну, чтобы всё плохо? Нет. Владимир Николаевич только что вышел из поликлиники. Он рассказывает, с одной стороны, когда вместе с женой болели ковидом, врач по фамилии Боева сделала всё возможное и буквально вытащила их. С другой стороны, когда одна из родственниц оказалась в прединфарктном состоянии, скорая хоть и приехала быстро, но мест в больнице не нашлось. Нужно развивать больницу, которая уже есть, а не сливать и укрупнять медицинские учреждения, считает Владимир Николаевич. А зачем? Зачем портить то, что уже сделано, то, что уже... Я так понимаю, что она станет филиалом, да? Естественно, поступления денежные уже будут меньше, то есть она как бы будет на отшибе, да? Вот. И Щелкова будет лакомый кусок себе забирать. Мы хотим сделать, вот, допустим, чтобы больница лучше работала, да? И тут же у неё всё отнимают, все полномочия и всё забирают. А зачем? Ваша оценка оптимизации медицины, которая идёт в России? Единица. Вообще. Это просто... Это минимум. Это минимальный уровень. Я считаю, то, что сейчас происходит в нашей медицине, это просто беспредел. Просто к чему это всё потом придёт? Потому что это самое главное, что есть у человека – это здоровье. Ева Куликова, одна из участниц встречи у ворот, активно выступает за сохранение статуса городской больницы. То, что сейчас скорая помощь у нас едет по часу-два до пациента, а когда у пациента инфаркт или инсульт, да, ему нужна сразу помощь, моментально. А если человек сбила машину, допустим, а скорая едет там полчаса или там 40 минут, да, ну это же ненормально. А происходит это почему? Потому что сейчас такая у них тенденция, что, значит, приезжает скорая на вызов, та, которая сейчас ближе. Ездят эти скорые по всей Московской области. Если она едет, извините меня, откуда-то там, я не знаю, смытишь, да, и проезжает здесь мимо, то она к вам заедет. А если она не проезжает мимо, то она к вам не заедет. Вот у нас, получается, в городе Щёлково сейчас три машины скорой помощи. У нас здесь нет ни одной. Министерство здравоохранения нам ответило, что у вас есть пост медицинской помощи, что вы еще хотите. Пост – это туалет, наверное, да, для сотрудников скорой помощи, которые просто могут зайти и сделать свои дела, и дальше поехать. Понимаете, вот это пост. Наш гараж, который здесь был, получилось, что продали, насколько мне известно. Мы, жители и сотрудники больницы, просто не просим. Мы уже требуем, чтобы в нашем городе была собственная станция скорой помощи. Можно спорить о том, сколько человек вышли на улицу, а сколько внимательно наблюдали за происходящим из окон. Можно удивляться тому, что накипело и прорвалось в относительно богатом регионе России в ближнем Подмосковье. А вот где вспыхнет завтра, увы, можно только гадать. По данным холдинга «Рамир», опубликованным ТАСС, лишь каждый десятый житель России положительно оценивает качество услуг, предоставляемых сейчас медицинскими учреждениями. Большая часть опрошенных посчитала качество услуг удовлетворительными – 45%. Чуть больше четверти, 28% – плохими, а ещё 16% – очень плохими. Хорошим или очень хорошим качество медицинских услуг назвали лишь 11% россиян. Редактор субтитров А.Семкин